Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Озеро Ван спустя 25 лет может превратиться в болото в турецкий эколог. Пашинян примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Бундестаге предостерегли немецких военных от участия в конфликте в Сирии. Ситуация в Сирии. Создан издательский дом, исследующий Дер Сим и Армен Дер Сима. Айкарам Манат Саканян родился 20 октября 1984 года в армянском селе Саратак. Окочил фермерский колледж военное училище имени маршала Баграмяна, социолог. Саркис Гуланян родился 27 октября 1988 года в Дилижане. Служил в армии, работал в Министерстве обороны. Желает стать депутатом Республики Западная Армения, служить Западной Арменией и сделать все возможное, чтобы истинные хозяева своей родины вернулись к своим истокам. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении, парламент состоит из граждан Республики Западная Армения. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Озеро Ван сталкивается с реальной экологической катастрофой. Озеро в секунду выливает 1800 тонн сточных вод, может превратиться в болото 25 лет спустя, пишет турецкий эколог Али Калчик. Пишет сайт газета-эдвуар.ком. По словам эколога, если правительство не предпримет никаких чрезвычайных мер, озеро Ван столкнется с серьезной катастрофой. Калчик также сказал, что в результате серьезных экологических проблем тысячи рыб погибнут в озере, включая рыбу тарах, которая обитает лишь в озере Ван. В интервью информационному агентству эколог отметил, что вода озера загрязнена не только сточными водами, но и гидравлическими установками и отходами, оставленными местными жителями и туристами, которые часто не убирают за собой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце сентября примет участие в заседании Генассамблей ООН в Нью-Йорке. Об этом 12 сентября на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. По его словам, Пашинян выступит с речью на заседании Генассамблей ООН. Также запланирован ряд двусторонних встреч, резюмировал Балаян. Присоединение Германии к военной операции в Сирии привело бы к эскалации и раздираемой в войной стране, которая пытается пойти по пути урегулирования конфликта, заявила РИА Новости депутат Бундестага от партии Левы Хайки Ханзель. Ранее таблоид Билл сообщил, что в Минобороны ФРГ прошли консультации с высокопоставленной американской делегацией. На них обсуждался вопрос о возможности участия Германии в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия. Участие Бундесфера в военных ударах в Сирии вызвало бы очередную опасную эскалацию. Это нарушение принципов международного права членами НАТО, потому что на это нет мандата ООН. Германия не должна принимать участие, заявила Ханзель. В Минобороны ФРГ ранее заявили, что не хотят спекулировать о возможности присоединения Германии к военной операции в Сирии. И в настоящее время таких оснований нет. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт также сообщил, что правительство ФРГ находится в контакте с партнерами и союзниками по ситуации в сирийском Идлибе, напомнив, что для задействования Бундесфера в военной операции принципиально необходимо парламентское согласие. Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с кеморужием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британии и Франции удара по государственным объектам Сирии. Российские военные самолеты, базирующиеся на авиабазе Хмеймим в Латакии, вылетели в направлении провинции Хомс, где в данный момент продолжается военная операция по зачистке пустынных районов Бадии Аш-Шам. Напомним, в первой половине дня стало известно о начале обысков в програничных районах между провинциями Хомс и ДРС Зор. Предполагается, что там еще могут прятаться террористы исламского государства, которым удалось бежать после освобождения территории на востоке Сирии. Тем временем силы возглавляемой США международной коалицией и боевики проамериканских вооруженных формирований, включая членов исламской группировки Магавир Ат-Таура, приступили к совместным тренировкам на военной базе Ат-Танф, передает информационное агентство Хамурабид Ньюс. Напомним, накануне в 55-километровую зону безопасности были передислоцированы около 100 военных США, которые, согласно официальному заявлению, должны были принять участие в учениях по тестированию боеприпасов. Тем не менее, местные активисты полагают, что истинной целью США в районе Ат-Танфа является подготовка исламистов и упрочнение своего влияния. Демократическим силам Сирии удалось занять окраины города Ханджин, являющегося крупнейшим бастионом исламского государства в Сирии. В то же время местные активисты напротив не перестают публиковать сообщения о потерях СДФ. Напомним, несколько часов назад стало известно, что террористы застрелили шестерых, а также взяли в плен одного из курских радикалов. Между тем, Соединенные Штаты продолжают расширять военное присутствие в Сирийской Арабской Республике. По данным военного источника в Твиттер, в провинции заметно увеличилось количество представителей Западного Альянса. В то же время возросло число в блокпостов про американских демократических сил. Военные эксперты полагают, что США всеми способами пытаются закрепить в Сирии, дабы не потерять контроль над нефтяными ресурсами. Создано армянское издательство «Спаситель», в котором публикуется исследование о Дерсиме и об армянах Дерсима. Он был основан бывшим президентом Союза армян Дерсима Мираном Гюльтекином, сообщает АКОС, армяноязычный журнал в Стамбуле. Известно, что издательство успело опубликовать свою первую книгу «Воспоминания о Дерсиме» в армяне Сандреа Асяна, оригиналы которой на армянском языке. Книга «Траур» Дерсима 1915 года, переведена на турецкий. Истории о мусульманских армянах появились в последние годы. Когда мы говорим, рассказываем, пишем, мы видим, что существует много историй. Когда люди начинают рассказывать хотя бы немного, то рано заживает. «Истории и понимание друг друга должны облегчаться с каждой опубликованной историей», – сказал Гюльтекин в интервью АКОСа. Издание предназначено для публикации истории Дерсима и армян Дерсима, а также исследований в Турции, книг, изданных в Армении и Диаспоре, но по-прежнему не имеющих турецкого перевода. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию колыбельную на диалекте Муша в исполнении Анаит Куцудя. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...